Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу о том, как правильно заготавливать семена растений. Казалось бы, изобилие семян в магазинах, в садовых центрах должно напрочь убить у садоводов желание делать их самому, заготавливать их самому. Но, ну порой, прямо скажем, высокая цена, за 2-3 зернышка платим очень высокую цену порой. Мало того, не все сорта, которые мы любим на вкус или которые нам нравятся, как они цветут, можно найти в магазине. Поэтому многие садоводы из года в год заготавливают семена, особенно любимых для них каких-то культур. Но, чтобы сделать это правильно, нужно знать кое-какие правила. Семена нужно брать с сортов, но ни в коем случае не из гибридов. Объясню более понятно. Скажем, вы весной посеяли купленные семена томатов, на которых было написано название и написано F1. Вот это как раз и есть гибриды. Да, вы можете собрать с них потом семена, посадить, но вот какие дадут они плоды, совершенно не факт, что такие же вкусные и красивые, как были до этого. Это гибрид. Он дает расщепление в потомстве и вероятность получения таких же плодов крайне низкая. Поэтому берите семена, на которых нет надписи F1. Это сорта. Второе, что нужно запомнить. Для получения качественных семян, которые будут полностью соответствовать выращенному вами сорту, нужно соблюсти так называемую пространственную изоляцию. Что это значит? По большому счету, на территории вашего участка должен расти только один сорт. Именно этот сорт, который вы хотите собирать. Ну, это, конечно, нереально. Но хотя бы на одной грядке должен расти один сорт. Ни в коем случае не в перемешку. Таковы биологические особенности опыления некоторых культур. Если вы выращиваете на своей грядке несколько сортов одновременно, неизбежно произойдет перекрестное опыление. Скажем, огурец. Женский цветок принимает пыльцу всех мужских цветков в округе. То же самое происходит с патиссонами, с кабачками, с тыквами, с цукини. Они, наверное, часто сталкивались с таким явлением растущие патиссоны и растущие кабачки. В результате, скажем, на патиссонах получается не то, не сё. И не кабачок, и не круглый патиссон. Вот эта пространственная изоляция важна особенно для некоторых культур. Ну, я уже сказал, кабачки, цукини, патиссоны, тыквы. Сюда же относятся морковка, свекла, капуста. Ну и, наконец, третье правило. На семена оставляется растение здоровое, у которого плоды наиболее соответствуют данному сорту. По размерам, по форме и по вкусу. Итак, выбрали хороший экземпляр, который нас устраивает. Обязательно повяжите на него ленточку. Как бы пометьте его. Но обязательно объясните своим домочадцам. Вот эта ленточка, она не для красоты. Вы отметили, что этот помидор срывать нельзя. Он дозревает на семена. Если по каким-то причинам погода неблагоприятная, ну, скажем, начинаются или предвидятся заморозки скорые, то вот эти отмеченные плоды лучше сорвать и оставить их дозревать уже дома. Две-три недельки они будут спокойно дозревать, семена от этого не ухудшатся. Но это, скажем, касается помидор, томатов. А если вы вот так будете дозревать, оставлять тыкву, кабачки, имейте в виду, в этих культурах семена часто начинают прорастать прямо внутри плода. От этого всхожесть их портится. И сам вкус тыквы и кабачка тоже портится будет. Поэтому не затягивайте. Итак, наши томаты созрели. Берем нож, разрезаем наш томат. И содержимое, я имею в виду семена, аккуратно ложечкой в мисочку вычищаем. Теперь берем самую обычную воду, можно из-под крана, не менее полулитра, и заливаем наши семена. И тщательно перемешиваем. Теперь подождите после размешивания некоторое время и посмотрите. Вот все то, что всплыло, это все плохое. Все семена, которые на поверхности, они пустые. Их можно смело выбрасывать. А те семена, которые осели на дно, вот это полноценные хорошие семена, которые можно заготавливать. Теперь вот все то, что на поверхности, вместе с водой, можно аккуратно слить. Только аккуратно, чтобы те семена, которые осели, ни в коем случае вместе с водой не выклеснуть. Уже когда воды осталось совсем чуть-чуть, лучше возьмите вот такое ситечко, чтобы ни одно семечко у вас не пропало. Теперь возьмите салфетку. Можно, в принципе, использовать туалетную бумагу, можно газету. И на эту салфеточку выкладывайте вот эти ваши промытые уже семена. И вот теперь очень важно, сразу же, не откладывая на потом, берете маркер, шариковую ручку и прямо на салфетке пишите название сорта, пишите дату, когда вы это сделали. И вот теперь эту салфетку можете смело отправлять сушить. Ну, я обычно отправляю где-то на шкаф у себя в комнате. Там за 2-3 дня отлично высыхает. После того, как семена полностью высохли, вы можете их не отрывать от салфетки. Салфеточку аккуратно складываете и берете бумажный пакет. Ни в коем случае не целлофановый. В целлофановом пакете семена очень часто портятся, особенно если они немножко недосушены. Закладываете такой пакет и точно так же подписываете название сорта и дату. В одном таком пакете вы можете хранить несколько вот таких салфеток. Они у вас все подписаны. Никакого перемешивания не произойдет. Сейчас некоторые садоводы заготавливают семена методом сбраживания. Делают то же самое, что я делаю, но заливают водой и оставляют на 2-3 дня при температуре где-то 20 градусов. Метод сбраживания называется. Честно скажу, я его никогда не применяю. Вполне устраивает меня вот таким образом по-простому заготавливать семена. Так заготавливаются семена томатов, огурцов, баклажанов, перцев. Итак, уважаемые зрители, сегодня я вам рассказал о том, как правильно заготавливать семена некоторых, ну, наиболее популярных овощных культур. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. И желаю вам хорошего урожая уже в следующем сезоне.